здарова youtube здарова яндекс зен с вами джон он же 2 об 312 вчера ночью банджи выпустили долгожданный еженедельный новостной блог мы там его все-таки на стриме не дождались я пошел спать и сегодня с утра проснулся с новыми силами чтобы его собственно почитать после сделаем мы это после вашего лайка подписки на канал пройти колокольчик и прохождение по всем ссылочкам сания ролика для поддержки стримера также хочется подарить всех тех кто поддержал меня на пусть а именно спасибо большое доберу crazy запутника и еще парочку новостей хотелось бы озвучить тут у меня западные коллеги подвели ряд тестов провели ряд тестов точнее по поводу дпс окушек и меня результаты немножко смущают то что у нас на первом месте выходит ракетница стависная крафтовая потом после этого идет пулемет потом уже идет ракетница с грудью на варлока с гранатами двумя и после этого идет стависный стависная линейно-плазная винтовка в общем что-то меня терзают сомнения чем мы там будем наносить урон на дайване в рейде в общем будем следить за развитием событий как говорится потому что тут у нас и охотник на нитях который наносит в два раза больше урона чем на шквале клинков на солнечном подклассе из-за бага какого-то скорее всего из-за этого его там будет выключатель что-то еще делать в общем какая-то ненормальная фигня но я рад то что хотя бы в плане дпс охотника все нормально потому что мы пп пока что из того что я попробовал на нитях поиграть мнению не особо зашло ладно ну и тут у нас еще выяснилось то что стависная глефа которая достается по трехдневному квесту в третий слот на по дпс тоже не сильно отступает от ульт от ульты нитевой охотника в общем будем опять же совсем этим наблюдать потому что я до этого квеста добрался только вчера то есть мне там еще два дня нужно чтобы это это там генщина и задание выполнить в общем спасибо банджи да ладно переходим к твабу написала его хиппи на этой неделе 0 3 0 2 2023 но здесь вот банджи радуется запуску дополнение говорят про нити на по поводу того как какие они были крутыми что как мы там дали люлей калусу и так далее прежде чем мы начнем вот небольшой тилл диар того что нас ждет в твабе обновление нитей синематическая так сказать кинематографической интро к сезону сопротивления невероятная музыка лайтфола более близкий взгляд на свидетеля кроссовер с амон газом включение так сказать представление следующего рейда и ключевые даты которые нам надо будет запомнить против сезона то есть кто хотел там календарь сезона вот сейчас самое время ознакомиться с грядущей информацией дальше празднование марта и женщин на международный день женщин до банджи клубе любу любовь от друзей с playstation studios ну и несколько кинца паскать в общем если вы там что-то пропустили туда этого банджи там рассказывали предыдущих табах и новостных статьях про будущее pvp про возвращение из сложности в десне про превью артефакты ну и так далее в общем что касается изменения нити чем больше игроков завершает компанию конца света тем больше они накладывают свои руки на нити и тем больше фидбэка банджи слушают порой конструктивного мне нравится когда разработчики пишут конструктивный фидбэк переводя на русский язык разработчики хотя бы частично признают что что-то не так в игре и как и с любым новым подклассом десне 2 мы хотим убедиться что нити будут чувствоваться хорошо для игроков когда они попадут к ним в руки и когда они смогут реализовать и полную силу это что эволюция не останавливается первый день чтобы закончить это мы решили ну банджи решили выпустить живое обновление сегодня до который сблокирует возможность полностью экипировать все фрагменты нити для всех игроков позже сегодня ну вот как мне народ написал не зря получается я не решил поспать потому что банджи вот прям сейчас вот час назад буквально выпустили обновление благодаря которому можно экипировать нити то есть есть я сейчас по идее слетаю на своем охотнике и на неому ну то я там получу все фрагменты посмотрим и пока эти дополнительные фрагменты будут специфическими для класса чтобы заблокировать их вам все еще нужна будет нить его и медитация чтобы их приобрести а это должен быть хороший способ для всех чтобы больше изучить нити которые станут доступны нам также и в новом рейде на следующей неделе ну то есть как мы вот смотрели первый день нити у нас как будут некоторые нити должны были раскрыться в течение недели но некоторые аспекты фрагменты а некоторые после того кто-то закроет day one ray то есть говоря обо всем этом нам нужно убедиться что нити является сбалансированы против большинства других подклассов чтобы все смогли получить интересный рейдовый экспириенс на следующей неделе и банджи будут следить за тем как нити будут себя проявлять и по мере того как игроки будут их разблокировать и использовать их на дикой природе так что оставайтесь с нами для того чтобы ворваться в корень кошмаров начиная с 10 марта ну что ж зайдем сейчас в игру заценим что же у нас там с нитями ну что ж смотрим пруд паука и ну да нити доступны для покупки то есть что захотите то и купите получается ну каждый каждый с момент по-прежнему стоит по 200 мотков то есть что у нас есть что у нас стало доступно нити возрождение на способность еще не заблокирована да нить трансмутации плюс 10 стиле нить распространения нить эволюции нить разъединения нить связи и также нить создания и нить зрительности ну что ж спасибо банджо то есть это мне тут надо сколько примерно 1600 мотков нити чтобы все это разблокировать так наверное я сначала нить длительности возьму так нанесение урона устанавливать энергию гранат это нам наверно тоже не помешает так плюс 10 стойкости это мы берем текающий импульс порождение нити наносит больше урона тоже возьмем ну а на все остальное сегодня на стриме уже будем догонять принципе если получится доделаю квест из грязи и после этого уже пойдем на титании на варлоке разблокировать нить и проходить сюжетку так ну что ж история начинал началась у нас вышел сезон сопротивления где можно снова понаблюдать за прекрасный маресов и ворваться в сюжетку я думаю кто прошел сюжетку первой недели сезона сопротивления получили удовольствие от парочки к цен ну а мы идем дальше что дальше тут банджи нам рассказали про музыку в отдельном ролике но это мы уже все в принципе видели дальше нам показали тьму то что она достаточно как бы сказать драматично ворвалась в наши сердечки ну опять же все это рекап всех старых материалов которые мы до этого видели ну кроссовер амунгаса и десни 2 типа в раз за те кто играет в амунгас ждем что в десни у нас тоже станет доступно то есть десни 2 встретит с косметикой амунгаса cn14 асирис шакс титан охотник варлок у копает ну в общем посмотрим как это будет выглядеть чего у нас в игре лично будет а будет шанс выиграть несколько эмблем то есть можно будет принять участие в конкурсе который закончится 30 мая 2023 года аж неплохо ну будем следить за развитием событий как говорится ладно что касается дат то есть мы знаем что 10 марта у нас будет day one рейд с в ночь получается с пятницы на субботу и в течение 48 часов можно будет пытаться рейд закрыть чтобы получить эмблемку за day one дальше сумерчные налеты первый сумерчный налет у нас будет на марсе на второй неделе 7 марта потом гиперн гипернет будет у нас 3 на 3 недели 14 марта потом arms dealer у нас будет ну как бы сказать торговец оружием на 4 недели 21 марта хрустальный путь у нас будет 5 28 марта на 5 неделе и озеро теней будет нас на 6 неделе 4 апреля я пока что и на армс дилера и на лайков shadows не сходил но точнее на торговца и на озеро но говорят что их там нормально так поменяли поэтому будем посмотреть четвертого сумерчные налеты на гранд мастер запустится у нас на 7 неделе 11 апреля испытание осириса запустится у нас аж 24 марта на четвертой неделе и также они у нас будут проходить 5 марта то есть на 5 неделе 31 марта на 7 неделе на 8 неделе на 10 на 11 на 12 релизное знамя у нас будет три раза сезон будет 14 марта сразу же после окончания недели с рейдом 6 4 апреля и до 25 апреля ну и игры стражи будут нас со 2 мая по 23 2023 году как то так ну на этом принципе основная часть лаба у нас заканчивается дальше идет поддержка игроков то есть игроки на playstation 4 на иксбоксе серии с их смогли с какими-то проблемами столкнуться да и тут вот банджи предлагает пойти пройти по ссылочкам посмотреть как это все дело решить смотрим то есть есть у вас примерно playstation 4 проблемы проверьте и установите доступные обновления загрузить загрузить в игру и получите кастомное сообщение необходимые файлы должны загрузиться если вы играете в десне на ps4 в русской версии то здесь наверное придется сделать ряд следующих шагов надо будет связать создать иностранный аккаунт связать свой русский аккаунт с русский аккаунт на плойке с иностранным и уже через иностранный playstation store загрузить бесплатную версию здесь не 2 и таким вот образом как-то через него загрузить оставшиеся файлы не уверен что это получится сделать бесплатно может быть придется на на иностранном аккаунте это все дело грузить кто разобрался отпишите поподробнее дальше что касается иксбокса ну на эту тему у банджи уже было сообщение в твиттере то есть надо будет выбрать апгрейдовый экран перезапустить десне и точно также вот отметить галочками все обновления которые вы до этого загружали чтобы их переустановить ну то есть на эту тему у меня отдельный видос был когда у нас запускалось обновление когда мы реагировали на трейлер сезона сопротивления можете посмотреть дальше что касается гипернета там ошибка с тринадцатым шагом квеста сюжетного в конце света банджи отреагировали сказали то что ну пока что временным фиксом может послужить то что вам надо будет цепляться к игроку у которого это 13 шаг активирован чтобы он запустил эту миссию чтобы прогресс шел нормально а то сейчас надо следить за квестовыми шагами в конце света потому что к примеру я пошел проходить сюжет куда со мной пошел мой тиммейт но он не поговорил с осирисом и из-за этого у него квест не продвигался а сюжетку его пускали и в результате мы прошу проходит сюжетку и у него не открывается нити потому что не прошел квест то есть ему придется все это заново проходить дальше банджи выключили из-за ошибки дезинтирующий удар на электрическом охотнике будет эта белка включена в грядущем апдейтинг я такой на следующей неделе также банджи отключили йотун потому что у него слишком много патронов было пвп также по поводу предзаказов конца света на иксбоксе надо убедиться что у вас корректно установлена игра после этого известные ошибки когда вы открываете экран похвалы на консоли может произойти глич и вас выкинет и из игры со мной такое происходило так что будьте обним будьте внимательны это когда вы там в менюшку заходите чтобы посмотреть сколько у вас похвал там целом дальше банджи следует проблему при которой у игроков не получается нормально создать поиск игроков через компаньон на телефоне а обновление от 0 3 2 2 2023 они это пофиксили текстовый чат визуально не появляется нормально не лайт не лайтфольные квесты некорректно отображаются в лайтфольной категории на странице квестов подземелья на уровне сложности мастер не показывают искусную броню как возможную награду на там все еще есть я так понял имена сезона сопротивления в сезонном пропуске и украшения перемешаны местами некоторые игроки не могут привык подключиться к соседательному плейлистам после того как их отстранение за игры проходит игроки которые с этим столкнулись должны загрузить матч на другом персонаже дальше элементальные моды на перезарядку не перри не дают бонуса скорости перезарядки для игроков если они загружаются новую активность или респавняться перри подключение модов решает эту проблему стражи их ранги ресетуются некорректно и отображаются от 6 до 10 ранга немножко не так как должны были то есть ранги 7 по 11 будут ресетаться в конце сезона ну то есть то что я уже много раз на стримах говорил в видосе когда то что а мы начинаем если мы до этого играли на 6 ранге если же вы только начали играть вы начнете с первого соответственно следующем сезоне ранги наши сбросится то есть по идее как я понял нам теперь надо будет в начале каждого сезона качать не шмотки а наша сезонник и наши ранги стражей дальше варлочи экзотические ноги не создают не тихоцев но вот этих вот трэдлингов да вот миньонов с при помощи способности когда вы это кидаете в игрока когда у вас экипирована какая стран шекл граната граната в общем важно это будет фиксить дальше автомат ртутная буря и зловещее касание винтовка разведчика теряют 40 процентов их урона против врагов с красным хп активация четвертого раза получится на нулевой ревизия на альтернативном режиме стрельбы резутирует то что игроки теряет все ли альтернативные выстрелы и это их выкидывает из альтернативного режима стрельбы дальше моды на возвышенный скептор моды из-за триумфа сезона сопротивления считаются как сезонные моды 19 сезона и разблокируется целом для многих игроков слишком рано игроки которые не разблокировали достаточно артефактов в 19 сезоне могут быть заблокированы от того чтобы завершить эту триумф гениально игроки которые начинают конец света в ранге стража 6 они получают вангардовские лордные книжки с 1 по 6 и только получает лордные книжки на 7 окей то есть защищенные а модификатор в активности защищенные враги позиционируется как иконка временно это сказать помеченные как видимые кнопка в интере не работает корректно ну да кстати мне приходилось несколько раз ее нажимать чтобы триумфы засчитались выполнены вендига гранатомет некорректно отображает эффекты клановый став в 19 сезоне ненормально отображается на английском его описание дальше тяжелый гранатомет может ролиться с рандомным абсолютом из это не смотря то что у него нет урана статы на дальность неплохо а то что этот гранатомет может скорее доставать их не волнует это понял пистолет пулемет мантикора не может быть приобретена с коллекцией ну-ка ща пойдем проверим лол ну в принципе да либо я с утра в глаза долблюсь либо у меня ее не то что приобрести нельзя у меня ее даже в коллекции нет то есть видите мантикору а ее нет ну и дальше прежде чем мы перейдем к другим темам по поводу видосов про билды на старый подкласс и на новый подкласс и сейчас вот как я и говорил пройдем сюжет куда титана заваралка разблокируем все оставшиеся фрагменты на нити и можно будет уже какие-то более-менее полноценные билды на все это дело устраивать учитывая то что на охотника суперспособность по урону сломана я думаю мы будем собирать там билд на дпс но я надеюсь то что можно будет как бы сказать надеяться на то то что банджи не буду заправить потому что за исключением нанесения нереального дпс да на нитях на охотники пока что ничего нету ну по крайней мере как мне кажется могу ошибаться но в основном я сейчас вот смотрю на то какие предварительные билды народ составляет и в основном все делают билды на титаны на вармака охотник там вообще где-то на задворках цивилизации находится так что будем следить за этим событием 5 дальше тут вот банджи напоминает про международный женский день да то что можно будет пожертвовать там 10 баксов дайте денег для того чтобы получить эмблемку кстати вот тут у нас ссылочка по ней можете пройти кому интересно через статью ну и также они там благодарят команду playstation да то что они там вместе взаимодействуют по каким-то вопросам да и кайфую то сказать то есть здесь я вижу house mark вижу soccer punch вижу и sonic games и все друг другу пишут какие-то хорошие слова поздравляют и радуются то что вышло обновление таскать в общем я думаю студии банджи приятно так как она теперь тоже является внутренней студии студии получается после этого что можно сказать можно танцевать если не оставлять калуса позади ну тут дальше у нас будут видосики кому любопытно можно заценить художество недели и принципе на этом все два писала хиппи опять же ну и по поводу бесплатных эмблемок вот тут меня народ подержал курс по поводу того что можно забрать эмблемку которая появилась со стартом этого дополнения поэтому у кого вдруг ее не было вот пожалуйста кайфуйте ссылка вводим на погашение кодов на странице банджи нет а я потом еще может быть добавлю в описании к ролику этот код ну и эти последние три дня были достаточно жесткими плане того как мы там поглощали контент поэтому видосов на канале у меня было много таких знаете где хотелось хотя бы частично хотя бы там сумбурно описать там то что за эти не проходило принципе очень много контента на нас вывалили очень много постсюжетного контента очень много квестов очень много обилок модов новых и так далее да соответственно впечатление очень много не всегда положительное к сожалению но новый сезон начался новое DLC началось от этого никуда никогда не уйдешь поэтому стараемся держать там все курсы по поводу любых там изменений которые с игрой происходят так что кому достаточно ютюба здесь я постараюсь все основное выкладывать а на твиче у нас стримы каждый день можно заходить смотреть ладно увидимся в следующих роликах на стримах спасибо всем за просмотр но мы пойдем попробуем немножко поиграем